Понятно, но тем не менее, если мы будем читать, будем так говорить, русскоязычные версии того, что произошло 11 сентября, то там, ну, многие вещи совсем не так объясняются, как это мы привыкли считать. То есть там объясняется то, что здания, в которые врезали самолеты, имели такой запас прочности, что никакой самолет не мог им повредить, и приводятся просто расчетные, и приводятся примеры, что этого просто не могло быть. И здания начали каким-то образом разрушаться и падать не от сотрясения, там были другие здания. Вот расскажите, пожалуйста, какие там все-таки были здания, кроме двух башен, ну, может, не все знают все-таки, какие там близлежащие здания и какое было их назначение, и почему они пострадали. Ну, во-первых, так, начнем с того, что Всемирный торговый центр, это было отнюдь не две башни, это комплекс из семи зданий, разные высоты, две башни были как бы венцом вот этого вот комплекса, а дальше все располагалось по округе в пределах двух кварталов. Но на самом деле не русские средства информации это все обнаружили, скажем так, весь сырбор разгорелся из-за заявления Кевина Райана. Кто такой Кевин Райан? Это сотрудник, есть такая, так называемая, лаборатория техники безопасности. Вот в этой вот лаборатории техники безопасности работал Кевин Райан, его, кстати, сразу уволили после этого заявления. Вот, тем не менее, я позволю себе длинную цитату, но тем не менее, она как бы раскроет нам некоторые смыслы того, что происходило. Так вот, что пишет Кевин Райан. «В августе 2004 года мы провели ряд тестов, которые опровергли первоначальную теорию о так называемом блинчатом обрушении». Прерву цитату, вы помните, как складывались этажи, да? Да. Да, совершенно верно. Далее, цитирую, «Согласно этой теории, этажи оседали, складывались один на другой, как стопка блинов. Опоры перекрытий ослабли и перестали удерживать конструкцию. Они рухнули. В наших тестах перекрытия не рухнули, хотя температура пожара была намного выше, а время воздействия продолжительнее. И все же перекрытия не рухнули. Через несколько месяцев правительство выпустило уточненный вариант отчета. В нем было сказано, что образцы перекрытий не обрушились. Кроме того, в лаборатории исследовали несколько обломков, взятых с места пожара. Анализ показал, что температура пожара была очень низкой. Температура была недостаточно высокой даже для того, чтобы размягчить сталь. И все же в итоговом заключении сказано, что сталь размягчалась и перекрытия рухнули. Таким образом, либо результаты тестов недооценили, либо проигнорировали, хотя в компьютере эти данные остались». Вот, собственно, это и есть ключевое заявление Кевина Райана, от которого пошел весь сыр-бор, и от которого начали анализировать, а на самом деле могли ли рухнуть перекрытия Всемирного торгового центра. Совершенно понятно, что в данном случае, я советовался даже с архитекторами, перекрытия все стальные. То есть, если самолет проломил несколько перекрытий, то все равно самолетный алюминий, авиационный алюминий, из которого изготовлен самолет, под ударом стальной конструкции, даже если удар наносит сам самолет, должен разрушаться прежде, чем стальная конструкция. И разрушаться совершенно неравномерно. Поэтому самая большая претензия ко всему этому делу, это вот это вот совершенно или случайное, или не случайное блинчатое сложение, когда этаж падает на этаж, и вся конструкция очень плавно опускается на свой фундамент, без перекоса в одну или в другую сторону, а они просто сложились, как карточный домик, карта на карту, аккуратно-аккуратно. Вот это вот блинчатое сложение всех смущает, потому что температура плавления стали, наверное, даже если авиационное топливо, а самолеты были полностью заправлены, по большому счету могло каким-то образом расплавить стальную конструкцию, хотя температуры, конечно, недостаточно. Посмотрите там на любые, зайдите в любое метро, посмотрите стальные конструкции в метро, и представьте себе, каким же образом должно гореть, чтобы хотя бы одна из опор метро, которая здесь тоже сделана из стали и заклепок, должна расплавиться. А именно такая конструкция была в зданиях Всемирного торгового центра. Практически невероятно. Но, тем не менее, даже если предположить, что горение самолетного топлива, авиационного керосина вызвало расплавление определенных балок конструкции, то оно не может быть таким равномерным. Вот в этом, наверное, и заключается главный вопрос. Или такая цепь случайностей, такая жуткая цепь совпадений, что смогли заподозрить кого-то в неправильной игре, или это действительно какая-то неправильная игра, но я не уверен, что правительство США могло пожертвовать таким количеством жизней и таким комплексом? Ну, никто об этом, естественно, не говорит, никто это не предполагает. Просто каким-то образом странные какие-то действительно совпадения, которые можно и не называть совпадениями. В теории, в истории, точнее, известно о том, что совпадений было достаточно много. Вот совсем недавно я читал одну статью, достаточно интересная она мне показалась. Там говорится об очень странных, казалось бы, странных совпадениях. А именно, я написал об этом, я перевел на русский, и несколько моментов я просто на Фейсбуке это показал. Речь идет вот о чем. В 99-м году вышел всем известный фильм, который назывался «Матрикс». По-русски это «Матрица». Вы меня опередили, ну ладно. А вы мне хотели задать этот вопрос или рассказать об этом? Я хотел спросить. Ну, ничего, поехали. Ну, вот в этом фильме персонаж, главный персонаж, мистер Эндерсон, как мы помним, или Нио, как его звали, показывает его паспорт или драйверс лайсенс, который имеет expiration date или срок истечения, и срок истечения 11 сентября 2001 года. Фильм вышел в 99-м году. И люди, что самое интересное, до, естественно, 11 сентября 2001 года, некоторые люди предупреждали о том, что, ну, странно, конечно, фильм какой-то там, непонятный фильм, ну, придуманный, естественно. И там стоит такая дата. За два года до события 11 сентября 2001 года, напомню. Далее. Второй фильм, который вышел в 2013 году, который называется «Луси». Те, кто не видел, я могу порекомендовать посмотреть, потому что в прошлой нашей передаче, которую мы проводили с болгарским ясновидящим экстрасенсом Тодором Тодоровым, где также принимал участие Ярослав Беклемишев, мы говорили о том, что человеческий мозг используется, ну, буквально там на 3%. И в этом фильме показывается, как можно сделать так, чтобы использовать этот мозг, или, точнее, что произойдет, если этот мозг, наш мозг, попытаться использовать на большее количество процентов. Так вот, там, в этом фильме снимается, снималась известная киноактриса Скарлетт Юханссон. И там же паспорт вот этого персонажа, или драйверс лайсенс, водительского удостоверения, которое имеет срок expiration, срок истечения 24 августа 2015 года. Что произошло 24 августа 2015 года? Причем, если перед первым событием 11 сентября 2001 года, ну, как-то можно было еще, конечно, никто не сопоставил эти даты, но вот после этого, когда вышел этот фильм на экраны, кто-то, я даже знаю, кто, написал, заранее написал, ребята, имейте в виду, что-то произойдет в этот день. Ну, те, кто... Обычно, как бы, ничего такого не случилось в этот день, кроме того, те, кто наблюдают за экономическими событиями, Ярослав наверняка это знает, Но я, как человек, опять же, который находился в этот день на стак-маркете и принимал даже в этом участие, могу сказать, что маркет открылся на 1200 пунктов вниз. 1200. Dow Jones Industrial Average упал на 1200 пунктов. А даже 11 сентября 2001 года, после такой страшной катастрофы, трагедии, стак-маркет упал меньше, на меньшее количество вот этих вот пунктов. И что такое паспорт? Опять же, паспорт. Паспорт состоит из двух слов. Опять же, ну, немногие, конечно, согласятся с этим или, скажем так, поверят, Но это пас или пес, и дальше порт, портал, первые четыре буквы. То есть это вход в портал. Совпадение? Можно сказать, что это совпадение. Сейчас я не буду считать буквы, переводить их в цифры, но поверьте, там очень много интересного во всем этом деле. Только не повторяйте знаменитую фразу Киселева «совпадение, не думаю». Нет, ну зачем же. Я просто хочу еще один очень тоже трагическое вот событие вспомнить, о том, что «Титаник», всем известный «Титаник», который потонул, непотопляемый «Титаник», а прообразом этого «Титаника» был другой корабль. Точнее, этот корабль, он не физический был, но был описан за несколько лет. Я не помню сейчас даты, Ярослав, может быть, вы помните, но было описано в этой книге, как типа художественное произведение, где полностью описывался этот корабль, который потом, естественно, назвали «Титаник». Название, правда, было другое, но очень и очень похожее. И вот Кок, повар, который находился на «Титанике», который должен был выйти, естественно, в плавание, читал эту книгу, когда... описывалось, ну, идентично, с таким же количеством палуб, с таким же водоизмещением, с таким же количеством пассажиров. Все абсолютно соответствовало этому. И вот, когда он прочитал эту книгу, и там было абсолютно то же самое, что произошло потом, в дальнейшем, уже с самим «Титаником». И этот повар, когда прочитал эту книгу, он просто пришел в ужас, и он просто сбежал. В ночь перед отплытием он просто сбежал с этого корабля. — Да, по-моему, и корабль назывался «Титан» в оригинальном романе. — «Титан», совершенно верно. — Я вот только не могу вспомнить автора сейчас, но уже и вспоминать не буду. Кстати, у адмирала Макарова во время японской войны было предчувствие собственной гибели на броненосце Петропавловск, когда он за год до своей гибели написал, как он называл это, научно-фантастический роман. Но, тем не менее, в этом романе адмирала Макарова, он такой не очень длинный, была в точности описана гибель броненосца Петропавловск, на котором сам Макаров и погиб. Вот такое вот предчувствие, но буквально вот до секунды, как это все произошло. — Вот, вы знаете, я нашел автор романа Морган Робертсон. — Да. — После этого романа, то есть это был, книга эта вышла, роман этот вышел за 14 лет до гибели самого «Титаника», и после того, как «Титаник» потонул, этот Морган Робертсон был назван одним из величайших пророков 20 века. То есть там, ну, не будем... Ну, опять же, у нас передача называется «Терра инкогнито», и несмотря на то, что все-таки это трагическое событие 11 сентября, а сегодня у нас 11 сентября произошло, но это день памяти. На самом деле, 9-го, 11-го несет в себе вибрации цифр, и это просто день памяти о том, что может произойти, как люди должны себя вести. И много тут вещей, конечно, но... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова